А в Заволжском районе в неформальной обстановке обсудили капремонт. За круглым столом встретились председатели советов домов, коммунальщики и просто активные жители заволжских многоэтажек, которые не хотят оставаться в стороне от проблем своего дома. Текущие крыши, затопленные подвалы, искрящая проводка – все это капитальные проблемы многих в Ярославле домов. Как раз их решение и собрались за чашкой чая обсудить жители заволжских домов и представители заволжского управдома. Увидев свои дома в программе регионального оператора о том, что капитальные ремонты будут выполняться в 2030-2037 году, у людей возникают вопросы, каким образом ускорить выполнение этих работ, как повлиять на эту ситуацию, есть ли какие-то пути. Открыть спецсчет или складывать денежки в общий котел – вот основной вопрос, который интересует жителей. Если открыть свой индивидуальный счет, что для этого нужно сделать, какие документы оформить? Главная проблема – это время. Ожидать ремонта десятилетиями люди не готовы. Люди не готовы ждать, они хотят получить ремонт в ближайшее время, согласны платить, но согласны и получать услуги за те средства, которые будут оплачивать по счетам. Ремонт кровли, система отопления, фундамента. Проблем на авиаторов 96 хоть отбавляй. А ремонт по программе капремонта здесь запланирован только в далеком 2030 году. Конечно, у жителей верхних этажей, квартиры которых заливают уже не первый год, не хватит сил и терпения дожидаться часа Х, предложенного государством. Пути решения этой непростой ситуации и пытались найти участники неформального круглого стола. Скорее всего, дома, представители которых побывали на этой встрече, выберут хранить деньги на спецсчете. Сдавать квартиры запретят. Соответствующий законопроект направлен в Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. С помощью него предполагается внести поправки в ЖК России. Дословно, статья звучит так. Не допускается предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению граждан в жилых помещениях многоквартирных домов. Другими словами, если этот закон будет принят, сдавать квартиры будет официально запрещено. Авторы законопроекта считают, что таким образом удастся защищать собственников соседей, которых организовывают квартиры-гостиницы, доставляя остальным жильцам неудобства. А также переваливая на них время оплаты за коммунальные услуги. Ведь в таких квартирах, как правило, приборов учета не установлено. Хозяева платят по нормативам, а прописан обычно один человек. Говоря о недвижимости, мы очень часто оперируем понятиями классов «эконом», «бизнес», «комфорт», «премиум». Но каждый, как правило, вкладывает в эти слова что-то свое. Это и другие актуальные вопросы. За круглым столом обсудили профессиональные участники рынка недвижимости в рамках Ярославского строительного форума. Контраст между хрущевками или брежневками, которых много в Ярославле, и современными домами, становится просто разительным. Поэтому многие покупатели делают выбор в пользу квартиры в новостройке. Но, как отмечают эксперты, наша область по количеству вводимого жилья пока не является лидером. В настоящий момент Ярославль и Ярославская область занимают одно из последних мест по Центральному федеральному округу по количеству введенного в эксплуатацию жилья. Нас опережают практически все области. И не только области Центрального федерального округа, но и такие, например, области, как Вологодская. Причин этому несколько. Первое – отсутствие обратной связи с потребителем. То, что сегодня строится, не соответствует потребностям покупателей, потому что застройщики не прислушиваются к аналитикам рынка недвижимости. Еще одна причина – нехватка земельных участков под строительство. Третья причина – затягивание сроков сдачи объектов. Застройщики здесь сетуют на то, что возникает много бюрократических проволочек. Сегодня рынок строительных материалов на самом деле доступный. В городе много предприятий, которые снабжают нас арматурой, бетоном, пеноблоком, кирпичом. То есть в этом плане строительство на самом деле стало более комфортабельным. Что же касается административных согласований и согласований технического подключения, то это просто сегодня – это катастрофа. В рамках Ярославского строительного форума прошел круглый стол, который организовала компания «Метрооценка». Здесь встретились представители крупных строительных компаний, члены межрегиональной гильдии риэлторов, представители ведущих банков. Они обсудили проблемы Ярославского рынка недвижимости. Профессор Российского экономического университета имени Плеханова, ведущий аналитик рынка недвижимости в России Геннадий Стерник, считает, что делить жилье по классам – эконом, бизнес, комфорт и так далее – действительно важно. Прежде всего для потребителей. Ведь цена должна соответствовать качеству строящегося жилья. Между тем, четких критериев оценки, по крайней мере, в Ярославле до сих пор нет. Чтобы стабилизировать ситуацию, в 2002 году был разработан классификатор для Москвы, а два года назад дошла очередь и до регионов. Согласно ему, местоположение объекта вторично. Прежде всего учитывается качество жилья. Он поможет стряхнуть лапшу с ушей. Да, потому что все-таки народ у нас доверчивый. И поэтому, если застройщик объявляет, или его маркетологи, его пиарщики объявляют, что у нас элитный дом, вот так далее, и поэтому он такой дорогой, то ведутся люди на это, да. А потом, как бы объективно, это на самом деле далеко все не так. Для нашего региона классификатор составлялся на основе мнений экспертов. Региональный классификатор составлялся на базе единого классификатора московского, который принят гильдией риэлторов в 2012 году, и на базе экспертного опроса профессиональных участников рынка, которые мы провели силами нашей компании. Среди экспертов были представители застройщиков, проектных фирм, банков, агентств недвижимости и оценочных компаний. Разработчики единого для региона классификатора будут выходить на более высокий уровень, чтобы внедрить его в жизнь. Для этого важно, чтобы начинание поддержали власти, саморегулируемые организации и гильдии. А пока он будет использоваться на добровольной основе. Сегодня в подъездах многоэтажек стало модным отгородить свою квартиру или сразу несколько квартир дополнительной дверью, повесить замок на балкон сушилку и не пускать туда своих соседей, поставить решетку возле мусоропровода, если жильцы дома приняли решение не пользоваться им, и хранить там санки и велосипеды. Насколько это законно и не ущемляет ли это интересы других жильцов, спросим об этом у нашего специалиста в рубрике «Ваше право». Жилищным кодексом предусмотрена возможность огораживать указанные помещения при условии наличия согласия всех собственников. Но я думаю, что поскольку интересы соседей здесь никоим образом не затронуты, то достаточно достигнуть согласия жителей тех квартир, которые непосредственно на указанной лестничной клетке находятся. При достижении согласия ставите, соответственно, дверь и пользуйтесь указанным жилым помещением. Оно не является при этом вашей собственностью, как у вас была общедалевая собственность, так и продолжает. То есть собственность конкретного помещения вы при этом не приобретаете. Есть исключительные случаи, например, непосредственно в моем доме ситуация следующая. То есть точно так же огородили лестничную клетку, но за указанной лестничной клеткой находится дополнительный пожарный выход, что само по себе является нарушением пожарных норм. И соответственно в данной ситуации действия жителей дома каковы должны быть? Они должны собрать собрание, либо просто соответствующее письмо написать в соответствующие органы, подписаться под ними и потребовать устранения препятствий в данной ситуации. На этом пока все. В студии работала Елена Старкова. До встречи через неделю на Первом Ярославском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова